МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте, мои дорогие и любимые телезрители, а также все гости в студии. Первый шаг друг к другу самый сложный. Главное, сделать его в правильном направлении. Это брачное агентство, и я, Николай Басков, соединяющий сердца. А помогать мне в этом будет очаровательная ведущая и певица Анна Семенович. АПЛОДИСМЕНТЫ И наша женщина-загадка. Психолог, астролог, таролог, простая русское ясновидище Арина Евдокимова. Ну что ж, дорогие друзья, ко мне в брачное агентство обратился иностранец. У него простое киевское имя. Владимир, и он из Украины. АПЛОДИСМЕНТЫ Богатый, но рачительный Украинец ищет образованную блондинку без вредных привычек и с водительскими правами. АПЛОДИСМЕНТЫ Владимир, здравствуйте. Ну, давайте коротко о себе. Сколько вам лет? Я действительно из Киева. И действительно вы богатый? Ну, это как с какой точки зрения смотреть, наверное. А чем вы занимаетесь? На чем делаете бизнес? Я работаю в пивоваренной компании номер один в Украине и занимаюсь корпоративными отношениями. Я надеюсь, здесь сегодня я смогу найти, познакомиться с девушкой, с которой мы сможем наладить контакт. АПЛОДИСМЕНТЫ Итак, внимание, девушки, прошу вас появиться. Таинственные незнакомки. Подождите аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как мне нравится этот момент, когда за каждой маской скрывается своя какая-то личность, своя духовность, свои стремления, свои желания. И эти девушки, они очаровательны, они интересны. И все они пришли ради тебя, ты понимаешь? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Встречайте. Другая таинственная незнакомка. АПЛОДИСМЕНТЫ Анна. 33 года. В образе Мерлин Моро чувствует себя наиболее комфортно. Требования к мужчине соответствующие. АПЛОДИСМЕНТЫ Так, что-то ему совсем, Анна, не понравилось. Он совсем загрустил. Да, да, да. Это однозначно не его типаж. Это однозначно не его типаж. Анечка, скажи мне, пожалуйста, а вы, получается, поете и выступаете в шоу или в образе Мерлин Монро? Ну да, как певица я русская, Мерлин Монро так меня называют. А, то есть получается это ваш бизнес? Ну и это тоже. Вообще я актриса кино, но теперь и певица тоже. Актриса и певица. Но вы уже вообще вжились в эту роль, потому что еще не знаю, где вы настоящая. Вы знаете, Николай, я не вживалась, мой дорогой, просто я такая же. Вы такая. А вы знаете, что Мерлин Монро здесь была очень несчастная женщина? Ну, в этом смысле мы разные, поскольку я все-таки такая в чем-то рассудительная, в чем-то такая спокойная. Иногда смотрю, что же может быть впереди. Но впереди у вас только Владимир. Вот мне нравится этот образ. Нет, Владимир просто в шоке, на самом деле. Вот, стима. И это без косметики. Тут без косметики. То есть понимаешь, с кем ты будешь просыпаться? Это вечер, а это утро. Вечер, утро. В этом образе ты кто там, доярка? Нет, я не доярка. Я снималась, значит, меня в ссылку в Сибирь сослали. Значит, в Украину это просто не ссылка. Это рай. Рай для тебя. Как говорится, она поехала с ним в ссылку и испортила всю каторгу. Аньчка, а вы дома тоже в таком образе ходите? Айда, нет, я хочу расспросить. Просто вот смотришь на эти фотографии, такая русская красавица, такие черты лица, такая красивая женщина. Что означает этот образ? Почему она живет образом другого человека? Какая тогда наша таинственная незнакомость? Она не живет образом другого человека. С чего вы взяли? Во-первых, за внешней, вроде бы, такой показанностью легкомысленности, беспечностью скрывается огромная трудяшка. Этот человек работает 24 часа в сутки, и ей этих часов мало. Она у нас консервативна, так же, как Владимир. И вообще, я бы даже других не смотрела. Вот брала бы ее и ехала в Киев. Потому что работать она будет за двоих, а хвалить будут вас только одного. А Наташа, а все вас видят. Вы блестаете. Мне очень нравится. А что для вас главное в мужчине? У меня со всеми мужчинами проблема одна. Сначала они говорят, что они готовы ждать, что будут понимать, а потом начинается ревность и так далее. А у тебя были длительные отношения? Самые какие? Вот самые длительные. Были. Сколько? Год? Вот, когда вот я согласилась на столь долгие, серьезные отношения. А то есть до этого ты не соглашалась на долгие. Ты сразу говорила парню. Отношения будут недолгие. Один день. Сейчас посмотрю календарь. Погостролим. Вот, у меня пять дней в январе, четыре в марте и восемь в апреле. Согласен? Примерно так. На самом деле, вы меня не услышите. У девочки на лбу написано, я лошадка, которая будет вести всех мужчин за собой, а взамен только ласку, любовь и больше ничего не надо. Ну, странно, что если она такая лошадка, готова вести мужчин за собой, что они были только одни отношения длиной в год. Это очень короткий срок, ну, я так считаю. Потому что лошадка не выдержала. Николай, может быть, пусть наш герой пока расслабится, а я пока для него спою. А ты его расслабишь еще больше, да? Хорошо. Итак, музыка! А ты его расслабишь еще больше, да? А ты его расслабишь еще больше, да? А ты его расслабишь еще больше, да? Я предлагаю лечь на стол. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И что я прошу, да? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво, 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 браво. Юлечка, я хотел спросить, как английский у... Прекрасный. А как она двигается? АПЛОДИСМЕНТЫ Тоже прекрасно. Так, когда она к тебе вот так, вместо того, что вот так. О, Николай. А ты делал так, смотри. Она тебя, она тебя так. Да, ты так отворачиваешься. Что это означало? Волнение, искусство. Или боялся вот этого. Почему ты вот так делал? Назад. Она к тебе, а ты так. Только ты так смогла, только задом ты так к нему прижалась. О, Николай, еще немного, и я могу выйти замуж за вас. Да, это мечта миллионов женщинок в нашей стране. Нет, Коля мне отдаёт. У меня даже не крылья. Ну, ты знаешь, я не исключаю такой возможности, что здесь, может быть, я действительно найду свою судьбу. Свою Мерлин Монро. Так что пишите, девчонки, отдельно мне в брачное агентство, отдельно на ссылку. Николаша, я жду тебя, твоя Наташа. Анечка, конечно, я тебе могу сказать, в любом случае наши телезрители тебя запомнили. И заявки на наш интернет-сайт в брачное агентство Николая Баскова уже начнут поступать прямо после сегодняшнего эфира. Я думаю, что я действительно тебе найду достойного президента Кеннеди. Не знаю где, но я тебе это обещаю, моя дорогая. Спасибо огромное.